1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В Иванове на Шереметьевском проспекте сотрудники СПИД-центра и волонтеры вручали горожанам информационные буклеты и красные ленточки – символ борьбы с ВИЧ. Впрочем, день борьбы с чумой 21 века у специалистов каждый день. Ивановская область занимает второе место в ЦФО по уровню пораженности – 19 место по стране. За этот год выявлено еще 577 человек. Итого в регионе 8525 ВИЧ-инфицированных. Если раньше считалось, что ВИЧ-СПИД – это люди-изгои, которые ведут плохой образ жизни, употребляют наркотики, злопотребляют алкоголем, другими психоактивными веществами, одурманивающими, то сейчас, как я уже сказала, вовлекаются нормальные люди в нашем понимании, работающие, имеющие высшее образование, среднее специальное образование, имеющие семьи. Для профилактической работы среди молодежи предпочтение, как ни странно, молодежи отдается. К сверстникам прислушиваются. Их рассказы о болезни, как нравоучения, не воспринимают. Волонтеры-медики, которые были подготовлены в этом году, отправились на более чем 50 площадок в различные образовательные учреждения Ивановской области. У нас подготовлено более 100 волонтеров, которые в интересной форме, в игровой расскажут студентам, обучающимся вузов, СУЗов о проблеме ВИЧ-инфекции. И волонтеры, и специалисты советуют раз в год тестироваться на ВИЧ, особенно в возрасте от 20 до 45 лет. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в нашем регионе находится в Иванове по адресу улица Станка, 29 Г. Там можно узнать свой ВИЧ-статус, проконсультироваться с врачом, в том числе и по вопросам профилактики. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.